Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 17-го тура АПЛ Лестер и Ньюкасл. Встречаются 13-й и 3-й команды АПЛ. Информация будет полезна слушателям, которые привыкли думать своей головой и несли последовать советам других. Смотрим, как соперники отыграли последние свои матчи. Лестер выиграл 5 из последних 10-ти своих матчей, включая 3 последние игры. Последние 7 матчей с участием Лестера были нулевыми. Ньюкасл не проигрывает на протяжении последних 10-ти своих матчей. В плане результативности обе команды играют примерно 50 на 50. Очные матчи. В последних 12-ти очных матчах Лестер одержал 8 побед и трижды проиграл. Как видим, в этой паре очень редко бывают ничьи. Последние 2-очные игры Лестер выиграл у Ньюкасла. Последние 6 очных матчей в этой паре были результативными. Все 3 победы Сорок над Лисами, начиная с 2016 года, были одержаны сугубо в выездных матчах. Хозяева гостей. У Лестера дома только 2 победы, причем над далеко не самыми сильными соперниками. Последние 5 домашних матчей Лис были нулевыми. Ньюкасл выиграл 3 из последних 4-х своих выездов, проиграв в гостях только Ливерпулю. Как правило, Ньюкасл на выезде и забивает и пропускает. Прогноз на исход матча. Гости идут фаворитами на эту игру и в этом нет ничего удивительного, глядя на игру Сорок в этом сезоне. Лестер старт сезона просто провалил, но перед чемпионатом мира в Катаре стал постепенно выходить из кризиса. Если данная тенденция будет сохранена, то матч обещает получиться достаточно боевым и интересным. Вряд ли его Лестер выиграет, но не проиграть запросто может. С учетом сложившейся ситуации в этом матче можно брать нулевую фору на гостей. Однако коэффициент не очень высок. Ньюкасл, если побеждает Лестер, как правило, на его поле. По крайней мере, так было на протяжении последних 6 лет. Но если предположить, что ничейный исход в этой игре вполне реален, то, наверное, все же лучше взять 1х за 1.75. Тут и коэффициент выше, и в случае ничей будет выигрыш, а не возврат. Лестер и Ньюкасл давно не играли в ничью. По крайней мере, в рамках АПЛ, начиная с 2016 года, в этой паре ничьих-то и не было. Тоталголов. Эта пара в плане результативности играет очень и очень весело. Низовые матчи случаются нечасто. Правда, результативная очная серия уже достигла 6 матчей. И вот-вот должен бы уже проскочить и низовой матч. Поэтому здесь нужно крепко думать. У Сорок последние 2 выезда были результативными, у Лис последние 3 домашних матча были низовыми. Это самая длинная серия команд в этом сезоне. Какая-то из этих серий продолжится, а какая-то прервется. Поскольку шансы здесь примерно равны, логично взять сторону с наибольшим коэффициентом, а это будет вариант низового матча. Если Лестер не провалит игру и сохранит свою форму, которую он набрал в канун чемпионата мира по футболу, игра должна получиться очень интересной и примерно равной. Сейчас Нью-Касл с сильными соперниками на выезде играет со средней результативностью. Обе команды забьют, да нет. Если в минувшем сезоне Лестер выдал очень длинную серию забивных матчей, то в этом сезоне все с точностью до наоборот. Нулевая серия Лис достигла уже 7 матчей. Нью-Касл в этом сезоне на выезде играет либо 0-0, либо забивной матч. Если выбирать из этих двух вариантов, второй выглядит более ожидаемым. Дело в том, что Нью-Касл и Лестер очень редко играют очные игры на 0-0. Лестер в этом сезоне дома никогда не играл два матча подряд, в которых бы не забивал. То есть по ходу гости хозяева должны бы в этой игре забить. Ну а то, что должен забить Нью-Касл, шанс, пожалуй, будет еще выше, чем шанс на то, что будет забивать Лестер. Подводим итог. Ожидаемый вариант на этот матч Total меньше 1,5 на первый тайм коэффициент 1,46. Дело в том, что Нью-Касл и Лестер в очных матчах никогда за последние 12 игр не играли подряд матчей, в которых бы первый тайм был Total больше 1,5. А в предыдущей игре в первом тайме в этой паре было забито 2 гола. Оптимальный вариант обе забьют до коэффициента 1,67. Но должна бы уже прерваться длинная нулевая серия Лестера. Соперник как нельзя лучше для этого подходит. Ну а доходный вариант классическая ничья, коэффициент 3,68. Как оно будет на самом деле по каждой играм. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.